На первом планерном совещании в новом году рассказали о кадровых изменениях в администрации. Изменения закономерные. Начальник управления сельского хозяйства Александр Колесников с нового года работает в Министерстве сельского хозяйства края. Заместитель начальника управления муниципального контроля Роман Тимирев и начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Скилков, не справившись с задачами, лишились работы. Плюс к этому полная бесконтрольность за самовольным строительством. Это результат строительства в районе Фатини за новогодние праздники, такое грибы выносили. Я еще раз подчеркиваю, хотя меня пытаются убедить, что сотрудники добросовестно исполняли свои обязанности. Если бы не добросовестно исполняли, то мы были один на то, что, к сожалению, у нас в городе еще происходило. Кстати, на этой же земле их можно построить, понимаете? Но только надо написать соответствующее заявление, согласовать с архитектором архитектурный облик, предложить, если хотите, бизнес-план по развитию этой территории. Нарекания по работе двух управлений санаторно-курортного комплекса и архитектуры. Мэр Анапы Сергей Сергеев в очередной раз напомнил, работа по благоустройству города должна быть постоянной. Незаконное строительство Сергей Сергеев назвал «анапской фишкой». Такая практика навсегда должна остаться в прошлом. Мэр Анапы призвал чиновников наказывать нарушителей, независимо от их статуса, и рассказывать о нарушениях законов. Город должен знать таких героев. Вы посмотрите, управление на 205. Разрешение на ИЖС, он бахает уже пятый этаж. Это что такое? ИЖС три этажа, максимум. Мы что, не видим, когда он арматуру выводит? На Тополина-то, на два этажа разрешение, два, подчеркнули, выданы в 12-м году, в марте или апреле месяце. Сегодня уже выведена арматура под колонны третьего этажа. Мы что ждем? Торговые ролеты на берегу речки Анапки, возведенные незаконно, самострой, позиция властей города понятна. Незаконные постройки – угроза безопасности общественной и экологической. Особое внимание Сергей Сергеев обратил на социально значимый объект – долгожданный детский садик «Волшебная страна». Мэр подчеркнул, детский сад должны сдать в эксплуатацию в идеальном состоянии, чтобы с первого дня воспитанники и сотрудники находились в максимально комфортных условиях. Один корпус уже готов к приему детей. Его нельзя в том виде запустить сегодня, потому что, ну вот смотрите, допустим, мы детям-сиротам отдали квартиру примерно в том виде, в котором сегодня детский сад. Но это взрослые, состоявшиеся люди. Конечно же, кто-то из них поменяет плафоны, лампочки, кто-то поменяет половое покрытие, стены, кто-то поменяет сантехнику. В детском саду, если мы этого не сделаем, ни воспитатели, я уже сказал сейчас об этом, ни дети, тем более их родители, вновь, не сделаем. Поэтому сегодня мы проводим мероприятие, дошлифовываем, скажем так, то, что мы должны были дать. Новый детский садик обеспечит работой 80 анапчан. В очереди на улучшение жилищных условий сегодня 1691 заявка от анапчан. Первый вице-мэр города Светлана Яровая поручил ответственным проверить и уточнить списки. Для жителей сельских округов условия подачи справок и документов сделают комфортней. Специалисты проведут выездные приемы граждан. Максимально возьмите на себя на русскую. Не есть хорошо, если с хачекрака человек будет ехать к вам, для того, чтобы довезти одну какую-то бумажку. У нас есть электронные газы данных, то есть живите уже 21 века. Ну, если по-русски сказать, Светлана, не издевайтесь на них, хорошо? Входите в их положение, потому что те, кто стоят у нас на учебке, в очереди, как нуждающиеся, это люди малой ущи, 100% малой ущи, вы сами. Я думаю, что чувство сострадания тоже должно быть, и у ваших сотрудников особо. Благоустройство города в новом году продолжится. Тон и темп работы задал Сергей Сергеев. В городе и сельских населенных пунктах перестелят 15 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, заменят 15 тысяч кубов бордюрного камня. Распоряжением главы города-курорта вопрос газификации для многих анапчан перестанет быть проблемой. Проведут служебные проверки. Сотрудники силовых структур тоже проверяют порядок в своей зоне ответственности. За новогодние праздники было проведено 16 совместных рядовых мероприятий. Кроме этого, два сотрудника в связи с усилением пунктов пропуска в Краснодарский край осуществляли дежурство в поселке Ильич. За этот период было выявлено 9 административных правонарушений, 3 человека выдворено за пределы Российской Федерации. В этом порядке вовлечено административной ответственности 6 работодателей. Сергей Сергеев поблагодарил ответственных за четкую работу в период новогодних каникул и за обеспечение безопасности городских праздников. Еще одна благодарность за безупречную работу и организацию работы лучшей ветеранской организации в крае получила Людмила Бурнайкина. Ее личный вклад в развитие города отметили высокой наградой. Редактор субтитров А.Семкин